Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. И вначале коротко о некоторых темах. Совет директоров крупных предприятий объединит руководителей различных компаний для взаимодействия. Мы чувствуем ритм развития предприятия, мы чувствуем проблематику. Почти 19 тысяч обращений поступило на телефон службы 112 в октябре. Страдавшие есть ДТП? Новая фотовыставка в сквере «Юность» расскажет о буднях сотрудников полиции. Их на улице ведь не узнаешь, кем он был. А вот здесь вот поглядели, сказали, и оказывается, твой сосед был начальником милиции. Решение больших и малых проблем, возникающих в деятельности городообразующих предприятий, одна из приоритетных задач, стоящих перед руководством Ленинского муниципалитета. Для более глубокого и оперативного ее решения при главе района был создан совет директоров, куда вошли представители руководства крупных компаний, работающих на территории муниципалитета. Создание данного органа вполне логично. Подобные советы уже действуют в соседних городских округах и показали свою эффективность. Первое заседание прошло без протокола в неформальной обстановке за чашкой чая. Помимо Валерия Венцеля в совете принял участие его заместитель Альберт Гравин, курирующий в числе прочего экономическое направление работы муниципалитета. Все вы проработали, многие из вас в нашем муниципалитете больше, чем вы много знаете, поделитесь. Мы люди договороспособные, умеем учиться, не только руководить, но и учиться признавать свои ошибки и вместе созидать, делать то, что необходимо на общей благе. Среди задач, которые призваны решать новый орган содействия в разработке и реализации планов социально-экономического развития округа, помощь в работе над целевыми федеральными программами по внедрению высоких технологий, повышение инвестиционной привлекательности территории. Глава муниципалитета отметил, что подобное системное сотрудничество предприятия и муниципалитета взаимовыгодно. Мы чувствуем ритм развития предприятия, мы чувствуем проблематику, мы готовы принимать участие, как мы уже не единожды заявляли, при личных встречах и в вопросах так называемых хозяйственного ведения. Мы проговаривали про строительство дорог, ливневые, канализации сооружения, и в том числе отстаивать интересы наших предприятий, правительств Московской области, все, что связано с имидно-имущественными отношениями, градостроительной политикой. Планируется, что следующее заседание Совета директоров при главе муниципалитета пройдет в декабре. По информации Единой диспетчерской службы Ленинского района, в октябре было принято и отработано 18 786 обращений по единому номеру 112. По каким вопросам чаще всего звонили жители и чем полезно приложение для смартфонов 112 МО, узнала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Екатерины Борисовой. Пожар, автомобильная авария, утечка газа человеку стало плохо. Во всех этих и многих других ситуациях люди набирают единый номер службы спасения 112. В сутки специалисты Единой диспетчерской службы Ленинского района обрабатывают более 600 звонков. За прошедший месяц, к примеру, в службу поступило почти 19 тысяч обращений. 155 раз жители просили вызвать пожарных. Более двух тысяч – полицию. И почти 4 тысячи – скорую медицинскую помощь. Правда, немало звонков было и не по экстренным случаям. За получением справочной и адресной информации обратились 4300 человек. Это немножко отвлекает, конечно, операторов от действительно необходимой работы по вызову экстренных оперативных служб. Но что делать? Люди звонят, значит, что-то хотят выяснить. Абсолютный лидер по вызову экстренных служб – по-прежнему скорая помощь. В сутки поступают более 140 вызовов. Почти треть из них – повторные. Люди звонят узнать, где в данный момент находится карета скорой помощи. Я хотел бы еще раз посоветовать всем жителям нашего района, нашего городского округа, скачать мобильное приложение «Система 112», где как раз вот это информирование граждан о карете скорой помощи, где она находится, когда выехала, когда прибудет, устроено довольно-таки информативно и понятно. А еще через приложение можно быстро связаться с оператором, отслеживать местоположение детей и престарелых родственников и просматривать историю своих обращений в службу 112. На втором месте по частоте обращений – полиция. Причем в октябре резко возросло количество вызовов на ДТП. В результате дорожных инцидентов четыре человека погибло и три пострадало. Специалисты единой диспетчерской службы призывают водителей и пешеходов не терять бдительности на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Страдавший есть ДТП? Оператор службы 112 Павел Грунтенко в профессии четыре года. Говорит, принимать 200-300 обращений в день для него не проблема. Минута идет звонок, две минуты звонок. Иногда вообще интервал прям секунд 15 может. Много звонков, очень много. В сутки где-то 600, иногда под Новый год вообще начинается аврал, больше тысячи звонков. Я помню, у нас в январе было, вот в этом году. Павел уверяет, ему очень нравится общаться и помогать людям. Но такая работа под силу лишь стрессоустойчивым и уравновешенным сотрудникам, которые могут быстро реагировать в экстренных ситуациях. И судя по тому, что единая диспетчерская служба Ленинского района из года в год занимает лидирующие позиции, на региональных смотрах-конкурсах, ее специалисты знают свое дело на отлично. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. В Ленинском городском округе произошло уголовное преступление. Женщина под видом социального работника выманила у пенсионерки крупную сумму денег. Оперативные действия сотрудников полиции позволили по горячим следам задержать мошенницу. Но такие случаи не единичны. Единственное спасение от нечистых на руку людей – бдительность. Наш корреспондент Юлия Погосян узнала все подробности происшествия и расскажет, как уберечь себя и свои накопления. Представившись сотрудником пенсионного фонда, 41-летняя преступница попала в квартиру жительницы города Видное. Много рассказывала про различные услуги, вручила подарки и сообщила пенсионерке новость. Мол, денежная реформа в стране – все меняют старые купюры на новые. Предложила сделать это, не выходя из дома. Вручила пожилой женщине банкноты банка приколов. А взамен забрала ее кровные – почти 600 тысяч настоящих рублей. Проспект Ленинского комсомола, 60. Именно в этом доме произошло преступление. К счастью, подъезд потерпевшей, четвертый по счету, оборудован камерой видеонаблюдения. Она-то и зафиксировала преступницу. Когда пожилой человек уже понял, что его обманули, обратился к нам сюда, в ВВД, и мы уже начали работу. Соответственно, оперативники нашего подразделения выехали на место, отработали территорию, были изъяты камеры видеонаблюдения, записи. И, соответственно, по этим записям был идентифицирован, скажем, преступник. Уже были пройдены оперативные мероприятия. Данная гражданка была задержана на территории Ленинского района. В задержании участвовали сотрудники госавтоинспекции. Они и остановили автомобиль мошенницы. При обыске были найдены вещи, которые злоумышленница использовала при совершении преступления. Сейчас она находится под следствием. Свою вину не признает, но улики, очевидно, указывают на нее. К тому же потерпевшая узнала в этой женщине ту самую непрошенную гостью. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. На территории Москвы, Московской области, преступления совершали? Не знаю. За что задержаны сотрудники полиции? Почему? Не знаю. Деньги потерпевшая вернуть не смогла. Полицейские не нашли их при обыске. К сожалению, такие преступления не единичны. Наши пенсионеры очень доверчивые. Запросто открывают двери незнакомым людям, хотя делать этого нельзя. Сотрудники социальных служб, будь то пенсионного хорда, социальной защиты или центра обслуживания пожилых граждан Вера, всегда заранее предупреждают пенсионеров о визите. Крайне редко, когда наши социальные работники выходят в квартиры к бабушкам самостоятельно и для постановки на обслуживание предложения наших социальных услуг. В основном этим занимаются наши заведующие, которые выходят в комиссионном. И только тогда бабушка, удостоверившись в точности, что пришли из центра социального обслуживания, открывает свою дверь. Специалисты уверяют, никакой настоящий социальный работник не станет совершать с вами денежных операций. Какие-либо средства пенсионеры могут давать только знакомым работникам соцслужб для покупки продуктов или лекарств. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор столько было передач, столько было предупреждений и по телевидению, и в газетах, и по радио, и люди еще так поступают. Я не понимаю, даже один, по-моему, он сказал, что в милиции работает и высокую должность занимает. Он говорит, я даже никому не открываю. Нас с детства учат, не открывая дверь незнакомым людям. Но, кажется, с возрастом мы забываем об этом простом. Но в таком нужном правиле будьте бдительнее и не доверяйте проходимцам. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видно ЭТВ. Тем, кто несет службу днем и ночью и обеспечивает соблюдение закона и порядка, посвящена новая фотовыставка, открывшаяся в сквере «Юность». Одним из первых увидел новую экспозицию наш корреспондент Дмитрий Книга. Накануне дня сотрудника органов внутренних дел в сквере «Юность» открылась выставка под названием «Служба дни и ночи». Она рассказывает о тех людях, кто посвятил свою жизнь охране правопорядка на территории нашего муниципалитета. «Рады видеть наших ветеранов, потому что это память. Потому что многие ветераны, с кем общаются, говорят, хорошо, что нас помнят, не забывают. И сегодняшний день, независимо даже от погоды, у нас все получилось». Выставка была подготовлена совместно Советом ветеранов ОМВД и районным историко-культурным центром. «В этом году мы хотели уделить этому празднику особое внимание, почтить память наших бывших сотрудников органов внутренних дел, поздравить настоящих сотрудников органов внутренних дел с их праздником и посвятить им эту выставку». Экспозиция будет интересна как старшему поколению, так и молодым людям. Ведь на представленных фотографиях запечатлены моменты из жизни тех людей, чьи судьбы тесно переплетены с историей муниципалитета. «Даже эта выставка сегодня, мы ее открываем, ведь она для того, чтобы помнили, не забывали, чтили, уважали и, конечно же, сами в какой-то степени повторили все, что вы делаете. Вот чтобы молодежь повторяла и сделала, может быть, даже лучше, чем мы». Сквер «Юность» расположен в знаковом для ветеранов ОМВД месте. «Именно на заводской улице в доме номер 5 в 60-е годы прошлого века находилось отделение милиции. В нем работали многие из тех, кого можно увидеть на фотографиях». «Самое главное, что это же эти же наши жители. Вот сейчас они находятся на пенсии, их на улице ведь не узнаешь, кем он был. А вот здесь вот поглядели, сказали, и оказывается, твой сосед был начальником милиции или там еще что-то такое. Вот поэтому я хочу сказать, что это нужное дело». На выставке представлены 57 снимков из архивов Историко-культурного центра и ветеранской организации сотрудников Ленинского ОМВД. Юрий Дудаков в советские годы руководил местным ОБХСС и сегодня с гордостью показывает себя на фото. Другой ветеран ОМВД Илья Продан, не скрывая эмоций, делится своими впечатлениями. «Это же память, это же память, которую надо всегда помнить. И помнить, потому что в нашей службе было и хорошее, а было и трагедия. Я сам под ружьем был, это значит неоднократно». Проходящие мимо сквера люди останавливались, с интересом рассматривали фотографии и благодарили ветеранов органов внутренних дел за их нелегкую службу. «Поздравляю, как говорится, всех сотрудников нашей добростной милиции с таким праздником. И желаю вам всем, ребята, как говорится, терпения. Возвращайтесь всегда домой, всегда, чтобы вас ждали родные, близкие, любимые». Посмотреть фотографии в сквере «Юность» можно до 8 декабря. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ни моросящий дождь, ни порывистый ветер не стали помехами для десятков футбольных команд. На стадионе «Металлург» состоялся турнир, который можно поистине назвать праздником футбола. В нем приняли участие команды нашего и соседних муниципалитетов. За ходом матчей наблюдал Арсений Аргазянский. Холодным утром на стадионе собралось около ста человек. Все они разминаются отдельными группами и волнительно ждут жеребьевку. Мало кто из участников турнира хорошо знает своих соперников. А потому из 12 команд перед стартом равные шансы имеют абсолютно все. «Ну, я думаю, серьезно и интересно играть будет. Ну, может, зайдем в призы». Робкие разговоры об абстрактных шансах прервает жеребьевка. По ее итогам сформировалось 4 группы по 3 команды. Из каждой в плей-офф выходит только один коллектив. Поражение практически сразу выводит любую команду из турнира. По словам организаторов, в этот раз количества новых участников достаточно, чтобы интрига с победителем сохранялась до самого конца. Есть это 4 команды, которые стабильно играют. Остальные вновь организовываются, приезжают в гости. На таких турнирах можно встретить самые необычные названия команд. В этот раз были «Облачко» и «Сербы». Первые придумали название в шутку. А вот у вторых сразу несколько футболистов играли в «Сербии». По мнению капитана команды Сергея Савальского, это достойное усиление. В первом туре они одержали уверенную победу со счетом 4-2. Не без помощи зарубежного опыта игроков. «Команда была достойно держалась. Как понять, опыт все-таки сыграл свою роль. Забили 4. Пропустили, конечно, 2. Но это, конечно, обидно было. Наши ошибки были. Оголы хорошие, классические». Сразу все в первом туре сыграть не смогли. Команда МФК из Молокова ждала своего матча в хорошем настроении. Во время разминки игроки нашли время обсудить своих соперников. У нас, получается, в группе, помимо нас, еще две команды. Это «Север» Домодедова и команда еще одна из Молокова. Она так и называется «Молокова». То есть эти наши односельчане, грубо говоря, мы про них много знаем. То есть для нас эта команда не сюрприз. А «Север» я просто наслышан из-за таких турниров, то, что где-то они играли, но не сказать, что я что-то про них знаю. Домодедовский «Север» удивил не только своих соперников по группе. В финале они победили сербов и стали победителями всего турнира. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова